В День памяти святых невинно убиенных младенцев и флиемских в северной столице состоялось традиционное молитвенное стояние православной против абортов. Как всегда его организатором были сотрудники православного медико-просветительского центра «Жизнь». А молебен совершил хорошо знакомый телезрителям нашего канала священник Анатолий Першин. Поставь свечу о спасении жизни нерожденных младенцев от убийства абортом и о прощении родителям этого греха. Вот такой призыв сегодня останавливал людей на улице и заставлял задуматься. В самом сердце Петербурга, у Казанского собора, объединились православные с мольбой не совершать греха, не убивать своих детей. Мы просим Господа, чтобы Он своей благодатью, своим светом просветил наши души, наши жестокие сердца, чтобы мы вернулись к ощущению того, к пониманию того, что мы делаем, что мы убиваем своих детей. И вот задача истояния всей нашей деятельности церковной, она как раз состоит в том, чтобы молиться, просить у Бога. И грех аборта может прекратиться только по воле Божией. Мы можем вернуться к истокам, можем просветиться только по воле Божией. Подопечные центра продолжают общаться с сотрудниками, которые помогли им в трудную минуту. Вот сообщение женщины, которая недавно стала мамой. У меня тут печаль одна. В общем, который день меня гложет мысль, что я аборт чуть не сделала. И пора бы забыть это, как страшный сон. А нет. Вот так смотрю на дочу и аж иногда плакать начинаю. Бывает, что женщина готова родить, у нее какие-то обстоятельства. Бывает, что она не хочет этого ребенка. И разными путями, там из консультации нам могут позвонить, могут знакомые. То есть мы принимаем все меры, чтобы женщину как-то убедить и помочь ей принять правильное решение, что этот ребеночек должен родиться. Ежемесячно проводятся молебны в нескольких храмах Санкт-Петербурга. Молятся об умягчении сердец и приведению к покаянию совершивших грехубийства и причастных к нему. Конечно, центру постоянно необходима помощь. Любые вещи, детские товары, продукты – это существенная поддержка для нуждающихся семей. Все подробности вы можете найти на сайте Православного центра «Жизнь», а также по телефону 936-1354.